МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы слушаете Вести Магнитогорск на Маяке в студии Антон Грабарев. Стан 2500 горячей прокатки ММК установил рекорд годового производства. По итогам 2021 года стан впервые за всю постсоветскую историю преодолел отметку в 4 миллиона тонн выпущенного горячего проката. Существенное увеличение производственных показателей агрегата, построенного в 1960 году, во многом стало возможным благодаря завершенной в 2020 году комплексной реконструкции. Полностью модернизированный стан 2500 горячей прокатки по ММК сегодня стоит в ряду самых современных и высокопроизводительных в мире. Это высокоавтоматизированный агрегат, продукция которого отвечает самым высоким мировым стандартам. Востребованность продукции стана подтверждается планомерным увеличением загрузки его мощностей. В ноябре 2020 года за реконструкцию стана 2500 горячей прокатки по ММК было признано лауреатом премии «Главное событие 2020 года в металлургии России». В Магнитогорске рассказали, какие специальности сейчас востребованы на рынке. В первую очередь требуются электрогазосварщики, бетонщики, монтажники, обработчики птицы. По-прежнему нужны врачи. Если сравнивать с 2020 годом, то в Центр занятости за поиском работы тогда обратилось около 15 тысяч человек. В 2021 году – около 10 тысяч. Уровень зарегистрированной безработицы в Магнитогорске на 1 января 2022 года составил 0,7%. В целом в области – 1,1%. Максимальный показатель в области Убрединского района – 7,6%. Вопрос о состоянии рынка труда в Магнитогорске рассматривался на депутатской комиссии по социальной политике и связям с общественностью под председательством Егора Кожаева. Также известно, что сегодня в городе 5021-го кантное рабочее место, а в поисках работы находится 1681 человек. Более подробную информацию на эту тему можно услышать на заседании городского собрания, которое состоится 25 января. Его можно посмотреть онлайн на сайте горсобрания. Магнитогорские омоновцы помогли водителю потушить машину на трассе. ЧП произошло на трассе Магнитогорск-Челябинск. Автомобиль вспыхнул недалеко от поселка Нагайбакский. Сотрудники Росгвардии ехали по служебным делам из Магнитогорска в Челябинск, когда заметили на обочине горячий автомобиль и незамедлительно бросились на помощь. Пламя уже хорошо взялось. Мы сразу же перекрыли у автомобиля вентиль подачи газового топлива, после чего принялись огнетушителями заливать его. Начали останавливаться и другие водители. Они также передавали свои огнетушители, рассказывает сотрудник ОМОН «Сталь», старший лейтенант полиции Николай. Основной очаг находился в моторном отсеке, но он был объят пламенем. Нужен был лом, чтобы открыть его. Остановилась машина коммунальной службы, у которой при себе был необходим инструмент, рассказал другой ОМОНовец. После вскрытия капота автомобиль начали тушить, в том числе и снегом. Морулись с пламенем примерно полчаса. Водитель автомобиля вышел на связь с руководством отряда, а также представителями пресс-службы, чтобы выразить слова признательности представителям ведомства. «Благодарю парней за оперативность и слаженность, человеческую взаимопомощь, спасибо им большое!» Поблагодарил водитель автомобиля. За неделю с уличной дорожной сети Магнитогорска вывезли более 40 тысяч тонн снега, работали на улицах 65 дорожников и 151 единица техники. На аппаратном совещании, которое прошло в администрации, отчет о работе подрядных организаций по комплексной уборке города с 14 по 20 января представил исполняющий директора управления капитального строительства Иван Трошкин. Глава города Сергей Берников, заслушав доклад, рекомендовал коммунальщикам тщательнее убирать тротуары, подступы к пешеходным подходам, посыпать дорожки, чтобы не было скользко. Хорошему предела нет, продолжаем работу. Особое внимание тротуарам, очистка, посыпка. Посмотрите, есть у нас ряд улиц Металлургов, Ленинградская, Куйбышева, Чапаева, Горького. Вроде бы не проездные, но жители их выбрали как места для парковок. Надо эти вопросы решать и обращаться к гражданам, чтобы они убирали машины, чтобы техника имела возможность почистить дороги. С утра до вечера припаркованные машины создают неудобства для очистки. Особое внимание еще раз прошу уделять поселковым дорогам, без исключения. Все дороги должны быть почищены, в том числе с вывозом снега. Город должен быть чистым, в проезжем состоянии, белым, потому что зима. И красивым, заключил городоначальник. В Челябинской области многодетных семей стало больше. На 16% выросло число семей, в которых родился четвертый ребенок. В Госкомитете по делам ЗАГС в Челябинской области сообщили, что в 2021 году по сравнению с 2020-м зарегистрировали больше случаев рождения третьих, четвертых и пятых детей в семье. Больше всего выросло число семей, в которых родился четвертый ребенок. Количество записей, актов о рождении, третьих по счету детей за 2021 год, в Челябинской области увеличилось более чем на 5% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Четвертых на 16%, а пятых на 13% рассказали в Госкомитете по делам ЗАГС в Челябинской области. Сегодня в Магнитогорске 15-17 градусов мороза, ощущаются как минус 20, слабый южный ветер 1-2 метра в секунду. Атмосферное давление высокое – 739 миллиметров ртутного столба. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова